Продолжение следует... 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 И вообще его работа, по-моему, своего рода мост, который связует разные поколения и художников в России, и художников в эмиграции. Замечательная выставка, и я разговаривал с автором, это счастливый момент в его жизни, поздравил его, и сейчас хочу поздравить перед лицом ваших зрителей. Замечательная выставка, и я разговариваю. Я считаю себя свидетелем своего времени. Я рисую то, что я вижу вокруг. Мне кажется, что все творчество, вообще идея творчества, почему мы что-то делаем, мы устанавливаем контакт с окружающим миром. Когда первобытный человек нарисовал силуэт буйволом, для того, чтобы это изображение осталось, когда буйволы уже съедят, набьют и съедят. Так что вот этот контакт с людьми и животными и окружающим миром, вот это заставляет человека творить. И я считаю, что все мои рисунки, это мои друзья, спутники моей жизни. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Сандулов Юрий Аспадович. Я президент общества «Северный Крест». Что касается Сергея Львовича Галербаха, мы знакомы 10 лет буквально со дня моего приезда в Америку, в Нью-Йорк. И я абсолютно искренне считаю, что это, наверное, последний джентльмен уходящей эпохи, это просто такой магикан, это человек, который, просто человек ренессанса, культуры ренессанса. И мы к этой выставке, к юбилею Сергея Львовича, общество «Северный Крест» издало комплект открыток выдающихся деятелей эмиграции. И в частности, открытка номер один, это посвящено Сергею Львовичу. Я думаю, что... Я думаю, что эта выставка прекрасна, и думаю, что самое ценное то, что художникам нужно говорить приятные слова, пока они живы. Не только после смерти, и говорить «Ах, как хорошо, что мы с ним жили», «Ах, хорошо, что он был с нами». А их нужно ценить сейчас. И вот Сергей Львович, один из тех людей, кого надо вот сейчас ценить, носить на руках и говорить ему приятные вещи. И спутники в жизни пещерного человека он нарисовал. И себя тоже, конечно. И даже абстракции. Да, но это уже особое восприятие мира. Кстати, у меня испортилось зрение, к сожалению. И я стал искать в себе абстракциониста. Искал, искал, и все еще не могу найти. Он где-то прячется. Так я не знаю, я уже, знаете, хочу махнуть рукой. Сейчас был реалистом, останусь реалистом. А вас, как художника и гражданина мира, или вселенной, легче всего сравнить с Висслером. И мне пришло в голову, что американцы, у них все американские художники. То есть Ротко – это американский художник, родившийся в России. Ну да. А Висслер – это американский художник, работавший в Англии. Да. А Висслер при этом отказывался быть рожденным в городе Лоу, штат Массачусетс. Вы при этом считаете себя не американским, не европейским, а русским художником? Вы знаете, в Америке меня считают американским художником, родившимся в России. А в России меня считают русским художником, который живет в Америке. И в том, и в другом случае это правда. Замечательно. Я даже, понимаете, как-то сказал, по-моему, написал в каком-то эссе своем, что у меня три жизни. Одна русская, потом период, который я провел в Европе, я учился, и американская жизнь. Так что у меня три параллельных жизни, которые, если посмотреть со стороны, сливаются в одну толстую линию, которая называется «Моя жизнь». А написатель вы при этом русский, потому что русский язык. Да, я все-таки русским языком владею лучше, чем другим. Многие наши зеленые мечты. Ну, я не знаю, но, конечно, это родной язык, по-английски я тоже могу писать. Но когда я писал по-английски и потом давал англоязычным людям, которые родились здесь, прочесть, они говорят, вы это очень хорошо пишете. Вот есть выражение, вот мы так не говорим. И вот я тогда решил, что я не буду, во всяком случае, художественную прозу по-английски, я не пишу. Я могу описать биографию, я написал даже мою биографию, которая называется «Моя жизнь в Америке», «My life in America». Ну и все правильно, но это не художественная проза. Это факт. А Герман Геш и Герман Гесс говорил, что он сначала пытался быть художником, то есть быть художником и описывать. Но у него это не получилось, и он тогда стал писать. Да, ну что... А вам удается и то и другое. Все-таки что для вас важнее, писать или быть художником? Вы знаете, я думаю, что это просто идет параллельно. У меня нет какого-то такого, ну что ли, разрыва между тем, что я пишу. Я описываю то, что вижу, и я рисую то, что вижу. Так что это вот сходный момент, это, собственно, то же самое. Единственное, что то, что я вижу, я могу описать словами и могу нарисовать. То есть в обоих случаях «бешрайбен» описываю? Да, в обоих случаях «бешрайбен», «бешрайбен», «бешрайбен». Я не говорю про источники вдохновения или, боже упаси, подражания, но каких художников нынешних времен или минувших вы считаете своими друзьями, своими собеседниками и источниками вдохновения? Ну, вы знаете, их много, в общем. Я учился после войны в Германии, там я обнаружил для себя большую выставку французских импрессионистов, которых я что-то в России видел, по-моему, в Эрмитаже, по-моему, был отдел западной живописи, но там что-то я прошел и что-то, как-то, ничего не понял. Так что, конечно, я и импрессионистов полюбил, ну, из таких художников, которые мне, в общем, близки, и он, между прочим, эмигрировал в Америку и здесь умер. Был такой замечательный немецкий художник Макс Бекман, которого я очень любил, и хотя он, конечно, он символист, и он совершенно... Я не могу ему подражать, но он на меня какое-то влияние оказал. Потом я, конечно, люблю французов, Дега, Дор Моне, и в меньшей степени Ренуара, и, ну, Клод Моне, да, ну, в общем... Ну, в общем, да, ну, в общем, да, и все они как-то... Все они как-то, в общем, мои добрые знакомые, одни ближе, другие немножко дальше, но я их знаю и люблю, и... Хорошие собеседники. Они хорошие собеседники. Хотя есть такой анекдот. Знаете, кто самый лучший собеседник? Паук. Потому что паук умеет слушать. А, да, так же, как я всегда говорил, что не болтунная охотка для шпиона, а шпионная охотка для болтуна. Да. Потому что он все выслушает и поддакнет. Да, ну, в общем, я могу говорить с художниками прошлых веков, так, ну, конечно, не буквально смысленно, но все-таки как-то... Я заметила, что те художники, которых вы перечислили, так же, как и вы, все вместе очень любите женщин. Что я вижу, что мужчин вы предпочитаете рисовать одеток, а женщин чаще обнаженных и... Я не единственный, не первый и не последний. Вот, 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 вместе с Мане и другими вашими собеседниками. У Ренуара, в общем, у сына Ренуара, Жан Ренуар был режиссер, у него замечательная. Есть описание, такая сценка, он описывает своего отца. Отец был уже знаменит. И Ренуар ненавидел разговоры об искусстве. И как-то его пригласили в компанию молодых художников, там были молодые женщины, и завели жаркий спор о целях искусства и так далее. Ему это надоело, и он обратился к молодой жене одного из художников. И говорит, знаете, она не участвовала в этом разговоре, знаете, не будем слушать это. Давайте поговорим о чем-нибудь более интересном. Он, например, как поживает в вашей груди. Она, значит, улыбнулась, сказала, очень хорошо. Вот посмотрите. Показала быстренько и спрятала. Он остался в восторге, понимаете. И вот в этом есть какая-то, понимаете, это был, конечно, Ренуар. Хотя Ренуар, с другой стороны, скажем, ненавидел Хаусмана, который проложил бульвары в Париже. Он говорил, что до этих бульваров, у того же француза был огород, где он мог растить салат. А сейчас это пропало. А бульвары не нужны. Только испортили город. Говорят, нужны были для подавления восстания. Может быть, да. Но я люблю Париж, конечно. Бывал там много раз. Так что я очень многое люблю в жизни, вы знаете. Век минувший и позапрошлый. Тогда что вы думаете насчет искусства в 21 веке? У вас есть какие-нибудь комментарии? Вы знаете, я комментариев особо я не могу сделать, но я уверен, что если бы был жив Леонардо да Винчи, поскольку вы его упомянули, он занимался бы компьютерной графикой и видео-арт. Определенно. Он бросил бы живопись. Вот это я. И я думаю, что он интересную вещь делал. Вот это все, что я могу сказать. Потому что я не занимаюсь. Я не абстракционист. Я компьютерами тоже не занимаюсь. Так что я такой еще... Все еще впереди. Вы знаете, был тут один певец, может быть, вы слышали, вам знакомых имели, Олег Вульф такой, нет? Вы слышали. Я был один раз на его концерте, и он играл на гитаре и пел. У него были такие, такая строка, и я к нему подошел, он, к сожалению, скончался, мне говорили. Дайте нам доносить судьбу, которую сейчас не носят. Мне показалось, это замечательная философская мысль, потому что у меня каждый человек свидетельство о времени, и я не могу переключиться на новое. Я не считаю, что человек должен идти в новую со временем. Потому что человек все равно принадлежит к такому-то времени. Я тоже человек 21 века. То, что я не бегу за молодежью, то, понимаете, меня учили по-другому, и я так остался, и это, в общем, мое право оставаться таким, каким я остался. Можно идти, можно отставать от времени, можно идти впереди времени, можно идти со временем, можно просто идти... Благодарен Грея, она в Франции, ее супругу, что мне устроен такой чудесный вернисаж. Это довольно неожиданно произошло, но я глубоко им благодарен, и счастлив, и доволен, и так далее. Я не знаю, это все, что я могу сказать. Вскусство создавать друзей, кажется, проще, чем создавать врагов, потому что, прежде всего, надо быть хорошим другом самому. Каковым вы, безусловно, являетесь? Да, я не стараюсь создавать врагов. Я думаю, что у меня их и правы нет, в общем, я так не знаю. А друзей у меня много, я счастливый человек. Когда человек достигает очень преклонного возраста, то иметь друзей – это самое большое счастье. А что-нибудь еще вы хотите добавить, о чем мы еще говорили? Так вот, по-моему, я уже достаточно сказал. Объяснять свои рисунки, конечно, не нужно, они должны сами за себя говорить. И, надо сказать, вообще художники обычно о своих работах меньше всего говорят. О, очень многие художники так не считают. Я думаю, вот, Ренуар, например, не любил говорить об искусстве, о своем и о чужом. Дега, кажется, любил, но каждого о своем. В любом случае, позвольте поздравить вас с наступающим днем рождения. Спасибо большое. Молодеется наживать друзей. Спасибо большое. Очень тронут вниманием. Благодарю всех. И я потом хочу даже, когда немножко больше народу будет, я обращусь к моим друзьям с приветственным словом. А сейчас пока большое вам спасибо. Благодарю. Спасибо. 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 Ну, что мне сказать о моих рисунках? Я могу только сказать, что я, как художник, всегда считал себя свидетелем своего времени, я рисовал то, что я вижу вокруг, и я дал мне интервью как раз, и я сказал, что для творческого человека фантамт с окружающим миром необходим. И художник, начиная с древнейших времен, первобытный человек рисовал силуэтка, чтобы он остался. В человеке заложено какое-то желание постоянства, может даже и бессмертия сократить. Вот я окружил себя рисунками, это все мои спутники, мои друзья. Я никогда не хотел искать, во мне этого не было, искать какие-то новые пути, открывать какие-то новые горизонты, я на это не способен, я на границе своих способностей. Ну, я счастлив, что я мог рисовать, и вот это результат. В общем, почти 30 лет, пожалуй, начиная с 70-80-90-х годов, начало этого века вот, потому что здесь не загружено. Но самый последний, не волнует я голосатых женщин, я еще что-то могу делать. Даже еще раз большое спасибо, и очень спасибо. Для людей, которые не speak Russian, вы можете сказать, что в часу, в часу, в киевые слова. В общем, в часу, в父ом, в часу я хочу благодарить учитываться с голубином, как раз, в часу, в часу, в часу, в часу, в часу, в часу. Спасибо за просмотр! Спасибо!